Ребята, всем привет! С вами Сергей Калиниченко. И в сегодняшнем выпуске я вам расскажу о ручке на лямках. Получается, эту ручку мне прислал сам производитель. Производитель Arm Go. Он еще попросил меня какой-то мой никнейм сказать и сделал ее именную. Получается, ручка сама по себе не очень тяжелая. Видно, что надежная. Металл не тонкий. Выглядит очень презентабельно. Мягкие лямки. Не очень, так сказать, давит в руку. И очень мне понравилась насечка. Она мелкая и рука вообще не скользит. Это, так сказать, плюсы этой ручки. Значит, давайте о минусах. О минусах это то, что именно не нравится мне. Я думаю, это не проблема. Производитель может это исправить спокойно. Значит, первое. При выполнении упражнения, когда я продеваю руку внутрь, делаю захват и собираюсь выполнять упражнения. В начальной точке нагрузки почти нет. В самой основной точке, да, у нас должна быть сильная нагрузка в первом движении, в стартовом положении. Ее нет. Ее нет. Почему? Потому что у нас идет выход, да, разрез ровно здесь, так же, как и снизу. Вот он идет, да. На мое мнение, этот разрез нужно сделать где-то вот здесь, чтобы оно шло раз и сюда. Если он будет здесь, этот разрез, то получится у нас тогда в стартовом положении очень хорошая нагрузка. И сразу же вся нагрузка пойдет нам в кисть в стартовом положении. Значит, это минус. Но я думаю, для производителя не проблема будет разрезать вот эту, да, разрезать так же же само, только вот здесь, например. И сразу же нагрузка будет ложиться туда, куда нам надо. Если с ней работать получается не на кисть, а на пальце, то типа разницы нет. Мы закрутили ее настолько нам надо, да, и уже выполняем упражнение. А если мы чисто на кисть хотим поработать, то это уже, так сказать, неполноценное выполнение будет упражнение. Это первое. Второй нюанс. ну, это тоже нюанс. Чисто для меня. Значит, самые разрезы, вот они, я бы сделал их поуже. Вот здесь где-то. Для того, чтобы, когда я продеваю, получается, руку, да, я продел, и чтобы оно четко ложилось мне на кисть и прижимало ее, и рука не выскальзывала, потому что я стараюсь максимально при этом выполнении не нагружать пальцы, чтобы у меня работал только, работал только сгибатель. А когда она сильно широкая, да, рука выскальзывает постепенно. Вот, в принципе, и все. Больше по ней нюансов я вам не скажу, так как все меня полностью в остальном устроило. Но я же говорил вам еще раз, что сказать производителю, чтобы он сделал чуть уже и в другом месте разрезы, я думаю, это вообще не составит проблемы. Также вы можете сказать ему, он сделает вам тоже именную ручку. По ценам я не скажу вам, я не знаю, я никогда ручки не покупал, все делал самостоятельно, как-то не покупались ручки. Я вам скажу, что эта ручка с этой насечкой, да, мелкой, очень удобная. Все ресурсы на них я оставлю в описании. Переходите, заказывайте, вносите свои коррективы. все, хорошего вам дня, всем пока. Редактор субтитров Продолжение следует...